Здравствуйте, меня зовут Ксения Грунёва, я руководитель студии декоративно-прикладного творчества, и сегодня мы создадим с вами вот такую вот оригинальную композицию подкова счастья. Она может послужить вам и ёлочной игрушкой, и декоративным украшением вашего праздника, или оригинальным подарком от всего сердца вашим родным и близким. Для такой композиции нам с вами понадобится кусочек картона и шаблон подковы. Я приготовила заранее, мы рисуем самый простой контур, который нам по форме подковы. Также нам понадобится с вами джутовая нить и различные декоративные элементы. Это могут быть и шишка, и кусочек грецкого ореха, старые бусы, цветочки, колокольчики, всё, что вам нравится. Для начала мы начинаем с основы, нам нужно её подготовить. Мы обводим наш шаблон, переносим на картон, чтобы у нас получилась крепкая основа. Мы обвели наш шаблон, перенесли его на картон, и теперь мы его с вами вырезаем. Контур у нас самый простой. Если получится ничего неровного, ничего страшного, у нас наша нить вскроет все наши неровности. Ну вот, наша основа и готова. Ничего сложного в ней нет. Нашу нить мы будем крепить к основе с помощью клея. Я использую клей-пистолет, можно также использовать любой универсальный клей. Наносим небольшое количество клея в верхней части нашей основы и закрепляем нить. Закрываем верхнюю часть. Дальше мы можем не использовать клей везде. Сзади отрезаем хвостик, чтобы он не торчал и нам не мешал. И обматываем всю нашу основу. Клей используем не постоянно в каких-то переломных местах. Да, если это прямая поверхность, то мы просто крепко обматываем. Стараемся, чтобы ниточка ложилась к ниточке, чтобы наше стилие выглядело аккуратно. Также можно попробовать использовать не только джутовую, но и цветную нить. Сейчас мы обматываем нашу картонную основу, создавая вот такую основу для нашего декора. И вот небольшим клубочком. Да, дома всегда есть какая-то пряжа, даже если нет джутовой нити, ее тоже можно использовать. И сделать вот такие вот подковы счастья и удачи. В какую сторону вы мотаете, это совсем не принципиально. Просто мы закрываем всю нашу подкову, нашу основу нити. Продолжение следует... Центральную часть мы можем не декорировать нитью так основать, потому что у нас здесь будет находиться и располагаться декор. Мы только дали немножко основания, чтобы у нас было к чему крепить наш декор. Шерстяная нить поможет более крепкому сцеплению. И перешли снова к боковому ушку, который мы уже тщательно с вами обматываем. Я заранее подготовил маленькие клубочки. Если у вас клубочек большой, то вы от него обмотайте часть и создайте более маленький клубочек, потому что им, конечно, удобнее работать. У нас есть не очень большое отверстие прохождения. Поэтому, чтобы было легче работать, я заранее создала небольшие клубочки. Так, если у нас образуются просветы, мы стараемся ниточки совместить ближе. Можно подклеить с помощью клея где-то. Поехали. 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 Худем. Поехали. Поехали. когда мы с вами подходим уже к концу мы наносим на наши ушка клей чтобы нам полностью закрыть основу и закрепить ниточку прижимаем как следует нить обрезаем деньги ну вот наша основа основ готовы и мы можем приступить к декору можем использовать также нить другого цвета чтобы добавить фактуры и крепим ее диагонали также я подготовил маленький клубочек создаем вот такие вот отсеки что придаст фактурности нашему изделию закрепляем нить обрезаем лишнее и вот наша основа полностью готова к декорированию здесь мы также можем использовать как искусственные так и живые материалы у меня это будет имитация елочки примеряем обрезаем лишнее наносим клей и закрываем нашу основу теперь мы смотрим так наше украшение которое мы будем использовать рождественский колокольчик примерно выкладываем композицию посмотрю пусть это будет с грецким орешком елочные бусы посмотрим как можно их полностью а можно до их немного разделить тем они хороши что я разделю их на отдельные бусинки и уже бусинками украшу свою композицию добавлю ей новогодних огоньков и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот такие вот оригинальные украшения подковы счастья у нас с вами сегодня получилось А я с вами прощаюсь и всем желаю хорошего настроения и до новых встреч! Пока-пока!